друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать комментарии ну что друзья мои пройдемся по некоторым интересным моментам знаете я зашла в комментарии посмотреть почитать и там лёшки со светкой как раз таки под роликом где они отмечали днюху но если это можно так громко назвать день рождения светки там им задали вопрос кого ждете мальчика или девочку знаете а мне так и хочется ответить а какая разница кто будет мальчик или девочка не дай бог родиться какая разница от этого что-то изменится абсолютно нет ничего не изменится как была серая бесперспективная ужасная безрадостная жизнь у детей таковой она собственно и будет хотя опять же да кого-то ждала еще более ужасная участь вспомним хотя бы ситуацию с ефремом там вообще шансов у ребенка не осталось поэтому если не дай бог предположить не дай бог конечно что может появиться на свет нездоровый ребенок то сразу становится понятно что мамка и папка и в этот раз тоже бросать свою жизнь свое время на алтарь ребенка да ради его спасения ни лёшка ни светка пальцем не пошевелят и абсолютно ничего для этого ребенка не сделают это им просто в предыдущих ситуациях да вот в предыдущих так скажем родах когда рождались другие дети когда они появлялись на свет им там повезло что там было бы относительно все нормально хотя нормально мы это тоже не назовешь да у всех детей там есть какие-то большие проблемы со здоровьем с развитием и совсем на свете но ефрему не повезло с самого начала но опять же таким деткам везет тогда когда у них есть любящие хорошие родители такого а таких родителей у ефрема не было поэтому они для ничего для него ничегошеньки абсолютно не сделали вы знаете мне очень понравился момент когда значит сидели они дарили подарки светки светка схватила этот рюкзак друзья мои демонстративно крутит его в разные стороны показывает нам в какое на одежде но все было сделано тогда на днюхе для того чтобы сделать акцент на том что мамка беременна светка ржет гогочит как чита знаете вот с этим рюкзаком как обезьяна с гранатой так и она с этим рюкзаком демонстрирует мол смотрите тут крепление для коляски ну типа вы все сами прекрасно поняли а колесо у нас любит создавать интриги то есть даже нигде не екнула даже нигде не подумал что это будет неуместно ужасно кощунство да по отношению к ребенку еще даже двух месяцев нет как не стало ребенка они уже нам показывают мол смотрите у нее уже вот свободная одежда а там типа такой живот да вот уже рюкзак купили есть креплением для коляски мол сами догадайтесь что там на самом деле фу настолько это низко настолько это мелко настолько это противно даже об этом думать ну а далее ребят когда начали вытаскивать вот эти вот подарки что же там вернее дети подарили светки светка как ненормальная знаете как ебанько из сказки морозка начала доставать подарки детей и над всем ржать показывать лёжки в камеру ждет его реакции если тот гогочит светка тоже начинает заливаться соловьем вытащила там значит открытку от дарины гогочит как ненормальная хочется спросить чё ты ржешь что ты ржешь что тут такого смешного ну понятное дело дарина не может ни написать нормально ничего а то что до этого этого не знала а кто дарину кто-то учил да чему-то нет конечно же даже близко никто ничему дарину не научил короче светка оборжала обсмеяла вместе со своим муженьком все подарки детей ну а потом лёжка нам начинает рассказывать очень интересные вещи друзья мои о том как тает снег да когда тает снег говорит наши дети выходят на улицу но если вы думаете что дети выходят ради прогулки погулять побеситься да нет говорит лёжка наши дети выходят для того чтобы под снегом вот там где растаял снег найти какие-нибудь монетки денежки и еще что-нибудь ценное причем вы знаете он это так рассказывал с таким довольным выражением лица с такой знаете прямо с таким восхищением мол дети-то кормильца в семье лёж но мы прекрасно знаем что дети в вашей семье кормильца и вы живете именно за счет детей за счет детских пособий за счет льгот выплат за счет всего того что вам дают как раз таки ваше огромное количество детей вы за счет этого дома сидите и нигде не работаете да и даже на ютубе ведь лёха и светка себя особо-то не снимают снимают постоянно своих детей то есть и на ютубе им дети приносят доход и вы знаете вот по идее это такое позорище об этом говорить да любой нормальный человек вообще бы не стал бы об этом даже рассуждать чтобы дети когда тает снег они бегают ползают там по земле и ищут какую-то мелочь но колесников это рассказывал такой довольный такой счастливый знаете я вот просто сижу слушаю вот этого взрослого дядьку и думаю боже вот у тебя мозгов вообще просто кот наплакал вот действительно друзья мои наплакал кот лёш а что вот потом твои дети вырастут глядя на тебя тоже не захотят работать скажут а чё папка у нас всю жизнь дома просидел ни черта не делал да и мы будем точно так же плодиться клепать огромное количество детей где-нибудь там ходить ну или в лучшем случае сидеть где-нибудь в подземном переходе или у церкви с протянутой рукой и просить милостынь лёш это уже ненормально об этом говорить что дети ползают и собирают какую-то мелочь вот ребят давайте вспомним раньше помните лёшка несколько раз показывал как он детям за что-то там дает какую-то денежку настя тогда вот намыла унитаз насте там дали 100 рублей или сколько-то денег но был такой момент у колес я помню ну лёшка типа практиковал да вот я вот вот детям да там за что-то там виталине покупались игрушки виталину водил там фикс прайс ну где самое самое все дешевое да вот виталина выбирай что ты хочешь себе за то что ты больше всех там помогаешь маме помогаешь родителям и так далее сейчас я смотрю лёшка такие моменты не практикует лёшка уже детей отправил друзья мои в свободное плавание пусть на улице ходят да пусть что-нибудь там ищут что-то найдут что-то более ценное притащат какие-нибудь телефончики там еще что-нибудь да что они там таскают плюс еще и денежки принесут и вот на эти денежки они еще и должны мамке с папкой на днюхе подарки покупать ребят хоть бы не позорился это было так стыдно слушать вот честно да то есть он сам понимает что вот дети ведут себя как нищие как будто у этих детей нет родителей а что просто так ребенку дать денег да карманные деньги не судьба нельзя но я так понимаю нет конечно же что он даст он жадный он никогда никому ничего не даст далее друзья мои когда он стал рассказывать про день рождения светки и говорит ну да снимали мы мало у нас был праздник да друзья мои представляете вот это стучание ложками об тарелке вот эту серая серую картинку они назвали праздником нет лёшка это не праздник это какие-то ужасные серые будни людей которые живут вот просто знаешь у которых ни просвета ничего не будущего ничего нет которые застряли в какой-то ужасной какие-то вот просто действительно дети подземелья сидят там и никакой перспективы у этой семьи нет а он еще говорит это был день рождения ну да действительно без слез не взглянешь ни тебе поздравлений нормальных вот так чтобы мамочка мы там тебя любим и так далее но опять же я прекрасно понимаю почему у детей со стороны детей этого нет да потому что у мамки этого нет мамка тоже сама никогда не поздравит нормально своих детей никогда не пожелает какие-то хорошие добрые слова сердце мы тебя любим мы так рады что ты родился не подойдет не обнимет не поцелует постоянно ведет себя как какая-то чужая посторонняя тетка как будто она знаете просто мимо проходила и все которое никакого отношения к этим детям не имеет они они эти туда-сюда я говорю от меня вот это вот знаете вот я это слышу уже на протяжении нескольких лет но меня это просто убивает в том смысле что ну как так можно по-скотски относиться обращаться к своим детям какие чертовы матери они тебе они это дети твои но до нее никогда не дойдет в общем да лёшка рассказал говорит ну что да и опять начала рассусоливать эту тему которую он любит теперь повторять постоянно вот говорит будем теперь холодильник закрывать на замок а вам будем выдавать ну совсем по чуть-чуть еды лёш а вы что им выдаете много еды а где и когда у вас на столе для детей было много еды друзья мои вот мне очень просто даже интересно вы знаете вот помните тот самый момент когда в последнем ролике который я кстати вчера уже обозревала да по горячим следам и там как раз таки была такая картина маслом где лёшка сидел жрал пюреху а рядом в тарелке у него лежала то ли курица то ли что-то такое мясное да и он себе положил несколько кусочков и тарелка стояла с мясом вот с этим с курицей с мясом рядом с ним да а макс сидел и жрал чисто просто пустую пюрешку и там даже в комментариях написали лёшки и светки а у них ну нет вернее просто в комментариях написали у них старший сын что мясо не ест да едят у них все дети просто не все дети заслуживают не всем дают а вообще получается да как будто только мамка и папка друзья мои в семействе любят мясо сладости все самое вкусное а все остальные видимо не заслужили друзья мои да да а чего бы собственно и нет конечно не заслужили у них же даже вон даринка говорит я мясо не люблю но как лёшка смеется всегда первым делом съедает мясо а лёшке то не пережить а вот если бы дети действительно не любили ничего вкусного да ничего бы не любили тогда бы лёшке и светке больше бы доставалось друзья мои представляете какие молодцы как зашибись устроились но неужели колеса вы не думаете что это действительно бросается в глаза лёх ты можешь ерничать по этому поводу сколько угодно ты просто наглая морда ты просто анти родитель таким как вы вообще плодиться нельзя ни в коем случае таких как вы вот просто не должно быть понимаешь вот это мое мнение не должно быть много потому что вы ничего не делаете для своих детей ваши дети растут к сожалению как трава в поле ваши дети предоставлены сами себе по себе да сами себе предоставлены сами сами себе пытаются что-то где-то как-то сделать урвать и так далее ваши дети даже в семье не чувствуют себя счастливыми потому что не видят ни любви ни заботы ни ласки ни тепла от родителей и между собой эти дети не братья и сестры обратите внимание они между собой как я всегда говорила самого первого дня как стала делать на них обзор эти дети в семье конкуренты за лучший кусок хлеба так всегда было есть и будет и никаких сестринских и братских теплых отношений между ними даже близко быть не может о чем можно говорить когда у здорового лбешника максимки спросили задали элементарный вопрос на стриме а сколько лет там анжелки или насти он той а я и не помню а чем можно говорить здоровый лоб которому 18 лет исполнилось вон уже в мае будет 19 говорит я не помню сколько лет сестрам вы представляете это вообще это надо такого додуматься это чего у них вообще там в голове ребят к чему чему их научили ничему точно так же как родители полный ноль и дети точно такой же полный ноль и лёшка неужели ты думаешь не видно что ты сидишь и подкладываешь себе в пюреху здоровый ты лобешник несколько кусков куры и рядом с тобой тарелка с курицей а этот максютка сидит а у него в тарелке одно пюре и больше нет ничего вообще только пюре и больше ни черта там нет не ребят они считают это нормально а мне еще знаете понравился момент где светка в последнем ролике в самом конце у меня уже просто ролик заканчивался да был выставлен на определенное количество минут и у меня не хватило вот этот самый последний там 10 секунд захватить где она показывала свое свои очередные помои которые она гордо именует супом да она показала это вот такой вот тут вот рыбный супчик то туда тут сюда вот посмотрите я вот такой супчик вот нам давали в больнице во первых выглядел он просто ужасно и я не знаю вот честно ужасно ну а во вторых хочется светке напомнить светка ты ж так хаяла больничную еду тебе ж так все не нравилось да ты ж так все все вот это критиковал ужасно все туда все а чё ж ты чё ж ты смотришь на больничную еду и готовишь такую же еду ну друзья мои видимо светка когда хаяла то значит в школьной столовой еду да которую они едят их дети бесплатно то еду собственно в больнице светка видимо забывала про то какой у нее дома ассортимент какое у нее друзья мои дома разнообразие либо тебе пустые макароны либо тебе пустая картошка ну что-нибудь из этого но иногда какой-нибудь о салате как говорится все отвалите все быстро от стола друзья мои вот такой мне получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую всем пока пока отличного дня вечера берегите себя всем пока